Приветствую Вас на нашем канале, посвященном ремонту протекстного революкания. Данное видео расскажу о своем приобретении. Приобрел вот эту мини-штукатурную станцию. Снял видео про то, как я адресную штукатурю вручную и посыпалось очень негативных комментариев, что это медленно, надо покупать штукатурную станцию. В итоге подумал, поискал, приобрел вот такую. Где приобретал, я расскажу в другом видео. Так, ну, сейчас право именно про эту штукатурную станцию. Производительность у нее 440 литров в минуту, ресивер стоит на 100 литров, выдает 8 атмосфер. Мощность 2300 ватт, напряжение 220. Сама установка весит где-то 55 грамм. Она у меня пришла из Москвы. Вообще цена ее, сразу же скажу, 26100 рублей. Но это уже в коммерте с копер-копшом и со шрамгами. Ну, и так же, да, там, с всякими переходами. Так, что у меня есть штукатурная станция? Ну, вот здесь привод неременный. То есть, хорошо, что вот еще тут ремня этого нет, который путит. Ну, никуда тут не залезешь штуками, в волосы не залезут. Здесь вот идут быстросъемные выходы. Идут на текстурный тистолет, вот этот шрам, который идет. И так же можно на второй поставить, вот он уже идет, на хопер-копш, на шрам. Так, вот он сам, все будет больше. Так, еще. Так, вот это ставится, ну, можно сюда прикрутить, можно сюда прикрутить. Хотя нет, здесь, по-моему, прикручиваются только цены, сколько у него разъемы маленькие разные. То есть, один можно вот сюда вот на текстурник. А второй, вот это вот, на шрам для хопер-ковша. Ну, и тут это все скручивается. Так вот. Все очень быстро, просто. Потом открывается. И здесь также. Сам хопер-ковш также. Быстро. Здесь все. Тут еще есть. Так, хопер-ковш работает. Давление 4,6 атмосфер. Рекомендуемое. Многостояние нанесения 5-10 сантиметров. Офимальная толщина. Ну, для офимальной толщины 2-3 сантиметра. Так, емкость бачка вот этого 3,5 литра. Диаметр шрамы 16 миллиметров. Производительность 35-60 метров квадратных час. Расход воздуха 350-400 литров в минуту. Ну, вот этот компрессор как раз позволяет работать, в принципе, без остановки. Нагнетает. Он я специально замерял. Он был в разряженном состоянии. Воздуха не было. Я вот здесь его открутил. Конденсатор набегался. Полностью открутил. То есть, воздуха вообще не было. И потом я его включил. Посмотрел, за какое время он нагнетает до 8 бар. Максимально. И у меня получилось. Нагнетает за 3 минуты 47 секунд. Это вот если ничто не включено. Не подцеплено к нему. Ну, я думаю, это довольно быстро. Так, вот эти фильтры тут стоят. Они выше, очень пластиковые. Колеса. Опять ты будешь в комплекте их подцепляешь. Здесь вот резидовые подушечки. Они как от вибрации идут. Так, здесь вот идёт давление самого компрессора. Здесь давление на выдачу. Здесь вот конденсат. Воды поработал. Конденсат скопился. В конце дня ему надо будет... Ну, нажимаешь на конденсат выше мэри. Там через какое-то время вот здесь тоже плохо откручивается. И здесь тоже... Ну, когда уже полностью разряжен эссирил. Здесь вот заливается масло. Вот здесь заливается. Здесь смотришь... О-о-о! Вот этой вот... Красненькая. То есть должно быть как минимум до середины. Если меньше, то там надо подливать. Все это выкручивается. Здесь, кстати, стояла загружка и написано там... Осторожно. Надо всегда долить масло. Когда установка пришла, и было то, что масло идёт в комплекте. Смотрю, ему ничего нету. Масла нету. А потом, когда залез там... Только вот на кухте увидел, что масло есть. Тут даже не видно. Оно почти под завязку было залито. То есть... Как бы, опять же, хорошо, что... Дел я попал эту станцию. Они уже это всё как бы подготовили. Залили масло. Ну, возможно, боятся, что там... Не прочитают. Неправильно поймут. Включат. Без масла. Не сгорели. Также купил отдельно текстурный пистолет. Сына у него... Это текстурник РК-1. Рабочее давление 4,2. Расход воздуха на 200 литров в минуту. Производительность 200 метров квадратных за смену. За 8 часов. Вес 1,5 килограмм. И... Входит также сока на 4, на 6, на 8 миллиметров. Купил открывается. Воздух. И всё. Нажимаешь. Шрам. Шрам. 10 метров длинного каталога. В общем-то, всё. Было интересно, подписывайтесь на канал. Заходите на мой сайт. И следующее видео. Расскажу, где я купил эту станцию. Так. Ну и ещё самое главное. Я её не включил. Сейчас я её включу. Послушайте, как она работает. Так. Включается. Поднимается. Поднимается вот так вот. Мога вверх. Так. Ну и вот он сейчас будет нагнетать. Поднимается. Что я и всё. Поднимается. Да. Может быть. Гры fingernaей. Поднимается. Поднимается, пиономик geht за контроль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok